Есть все-таки вопросы имиджа. Вопросы имиджа нам нужны для решения двух задач. Первая задача – это, естественно, удовольствие, потому что все практически к чему мы сделали, так или иначе удовольствие. И вторая задача – это, конечно, выгода. И выгода здесь у нас идет через репутацию. То есть, по сути, работа с имиджем – это всегда работа с репутацией. Репутация – это прямые доходы, это столько-столько живет наш проект. Неважно, проект – это бизнес-проект, или это мы себя представляем как проект, как проект. Но так или иначе, это все зависит от репутации. Почему эти вещи взаимосвязаны? То есть, мы не можем рассматривать отдельно этикет, потому что он является частью имиджа. Но это настолько важная часть, что мы уделим особое внимание. Для чего это нам надо, как людям, скажем так, практикующим какие-то духовные практики. Я сейчас расскажу, ну, не знаю, на примере ручек, например. У нас есть два поля. Одно поле – это наше внутреннее развитие. То есть, оно будет здесь. То есть, мы сами самосовершенствуемся, развиваемся и так далее. И второе поле – это наше внешнее проявление, это наше тело, это то, как мы взаимодействуем с другими людьми, как себя ведет, поведение. То есть, все, что очень часто мы привыкли, что привыкли с другими людьми, которые самосовершенствуются внутренне, считают, что как бы все хорошо автоматически стоит внешне. И это действительно работает до определенного момента. Если мы говорим про человека как про гармоничную, скажем так, личность, что получается? Смотрите. Представим, что это весы. Мы наполняем наше внутреннее содержание. Они опускаются вниз. И автоматически, действительно, мы совершенствуемся внешне. То есть, какие-то ситуации становятся лучше, мы сами становимся лучше, становимся красивее. Многие замечали, что люди, которые занимаются такими практиками, говорят, они светятся, с ними приятно общаться и так далее. Это работает до определенной точки. Точно так же и наоборот. Если мы занимаемся, допустим, какой-то танцей, физической культурой, глубоко разбираемся в каких-то внешних признаках, вплоть до того, что если мы берем мир муты, то там есть свои тоже мнения, которые в этом достигли совершенства. И то же самое происходит наоборот. Как только мы наполняем внешнюю часть, внутренне у нас автоматически наполняется. Но что происходит с определенным моментом? Это все работает до определенной точки. После этого, когда мы нажимаем чуть-чуть больше, плюс два грамма, да, вся конструкция бац и бац. То есть она перестает работать. Баланса больше нет. Что мы можем делать? Многие люди могут существовать в какой-то из этих точек очень гармоничным. То есть, например, отшельники. Они уходят в лес, они занимаются только внушением, и вообще для этого, как они выглядят, как взаимодействуют с другими людьми, это им вообще не нужно. Они себя прекрасно чувствуют. Хорошо, хорошо. Есть люди, которые полностью уходят во внешне. Они этим зарабатывают, они прекрасно выглядят, они знают, как общаться, как у других людей. Они заставляют то, что они хотят делать, какими-то внешними факторами, и тоже чувствуют себя прекрасно. И, в принципе, если мы говорим о домашнем развитии, мы можем развиваться таким образом, то есть раскачивая весы туда-обратно. Может какой-то из точек застыть, и тоже чувствовать себя как плохо. Но если мы хотим приблизиться к определенному идеалу, идеалу не в плане того, что стоять после этого мы идеальны и станем в музее. В плане того, что нам это удобно, тогда нам нужно эти вещи сбалансировать. Как это сделать? Я немножко позже скажу, сейчас немного вернусь именно к деловому этикету, к этике. Есть статистика совершенно точная, которая года полтора назад где-то были проведены исследования, и они показали, что 68% сделок в России не состоялось по причине того, что деловой этикет был по-постойной. для Беларуси процентов более 65, то есть мы недалеко ушли. Около 40% украинцы и 35% в Казахстане. Ну, видимо, у них там восточные какие-то свои моменты, которые они соблюдают, которые немного помогают в этом вопросе. То есть, можете себе представить, это 3 четверти дохода мы недополучаем из-за того, что мы не знаем банальный бизнес-этикет. То есть, каких-то вещей, которые, в принципе, как бы нам очевидно. Хочу показать одну небольшую схему. Этикет – это такая вещь, которая на самом деле является проявлением этики. Наташа говорила, этика по сути – это мораль. Когда в бизнесе доходят до морали этики, многие думают, что это лишнее. Ну, зачем? Мне нужно получить доход, мне нужно заработать. Я, возможно, потом не буду работать, я сейчас уйти-ка все сделаю и уйду сразу. Ну, в принципе, такой подход тоже имеет место быть и это компонентная нефть. Это, в принципе, мы набираем везде. Но, если мы хотим получить доходы, держаться на рынке, везде. Я сейчас говорю не обязательно про большие компании, я сейчас говорю и о человеке, как о бренде. То есть, каждый может заниматься, допустим, хобби, который он хочет в какой-то бизнес превратить. Или какие-то, опять же, духовные практики. Не важно. Мы просто сейчас говорим о бизнесе в общем. Что у нас получается с этикой? Здесь у нас будет так. Здесь у нас будет криминальная структура. Здесь у нас будут корпорации. А здесь у нас будут все остальные. И вот такая настройка. Этика предполагает определенные правила. На самом деле, эти правила мы все прекрасно знаем. Они прописаны в Библии. Да, не возьми чужого. Не сделай диплом плохо, а то сам попадешь и так далее. На самом деле, это работает следующим образом. В криминальных структурах, допустим, есть определенный срок написанных правил. То есть, мораль ведь это всегда не писанная правила. Несмотря на то, что есть этические кодексы, которые, собственно, являются документами корпоративными, внутрикорпоративными. И уже наличие таких кодексов говорит о том, что где-то люди представляют о том, что такое корпоративная этика. И таким образом они повышают свой доход, когда люди узнают о том, что это этично, больше доверия, больше доход. То есть, цепочка простая. Но вернемся к нашим, к нашим неописанным правилам. Криминальные структуры, ну, предположим, у нас есть шайка на руку. У них есть неописанное правило. Допустим, кто смотрел криминальные сериалы, книги, есть определенный общак. То есть, количество какой-то денег или вещей, обычно это процент от, скажем, их операций, которые ввезят общий банк, он идет на удовлетворение нужд самой банки. То есть, если что-то случилось с банкой или с ее членом, то отсюда берутся средства и решаются проблемы. Что происходит, если кто-то решает просто взять отсиденье и уйти? Вагонить, что будет? Убьют. Да, убьют, действительно. Они долго не церемонятся. Просто бац и все. И тогда то, что здесь прописано, не бери чужого, не подставляй на парку, на парку, как они там себя друг друга называют. Плохо поставить. Вот эти все один, два, три, обычно не больше пяти. Вот тоже, кстати, психологи считали. Не знаю уж зачем. Обычно у них не больше пяти правил, таких вот, совершенно элементарно, и на каждой есть конкретные наказания. То есть, поставил, заплатил условно штраф, например, там, ручку отрезали, ножку и так далее. Взял, у всех украл, допустим, у них. Это такая примитивная структура, в которой правила этики или морали работают очень жестко. Что получается с конференцией? Здесь у нас уже интеллект повыше, и все у нас уже посложнее. У нас есть смоток правил. То есть, если здесь у нас есть, то здесь у нас целая стопка еще и с бантиком. А почему так много? Потому что они позволяют, интеллекты выше, возможности выше, они позволяют варьировать. То есть, мы уже можем как-то так обойти эти моральные, так скажем, вопросы, чтобы и получить выгоду, и как бы остаться беленьким. Да? То есть, есть такой момент. Все остальные находятся посредине. То есть, здесь у нас получаются очень жесткие правила, здесь у нас меньше жесткие, больше прибыль, меньше прибыль. Условно. Все остальные находятся посредине. Какой бы бизнес ни был, мы находимся где-то здесь. Есть особый блок, на который мораль действует намного больше, чем на любой из этих блоков. Это блок той деятельности, которая справит общество в целом. Не каждого члена, допустим, банды или корпорации, или какой-то компании, а общество в целом. Что у нас здесь будет? У нас здесь будет отвечение, здравоохранение, социальные, какие-то службы, религии, эзотерика. Ну, в общем, как-то так. Что это значит? Эти сферы, они всегда формально обязаны максимально воспитать эти сферы. Потому что ежели что-то здесь случается, то страдают все. И поэтому здесь, как Наташа отражается, откат будет еще больше, чем здесь. То есть здесь мало правил, но они должны соблюдаться жестко. Здесь правил много, они соблюдаются не жестко. А вот здесь вообще шаги нет. То есть как только сразу откат, если что-то не так. Сейчас объясню на примерах. Возьмите меня отсюда, например. Вот недалеко в двух днях. Был финансовый консультант, то есть он есть. Ему нужно было поработать с дизайнером. Вот они встретились. Сейчас себе немножко пометим в уме, что дизайнеры – это творческая профессия, да, то есть они как бы из разных полей. Что делает финансовый консультант? Он выбивает максимальную скидку для себя. Предварительный дизайнер предупреждает, что дорогой мой, это мой минимум, я меньше не работаю. Но поскольку у нас кушают все-таки больше финансовый консультант, чем дизайнер, он все-таки соглашается. Скидка составляла 40% с минимальной суммой, за которую человек должен выполнять свою работу. Естественно, ушел довольный финансовый консультант, дизайнер пришел домой и понимает, что, ребята, что я наделал? Мне надо сделать скульчу работы, и половина этой работы будет бесплатной. И какой он выходит у дизайнера? Либо он, есть два варианта, да, либо он делает свою работу плохо, тогда от него уходит клиент. Либо он делает свою работу на ту сумму, которую ему заплатили, и клиент снова недовольен. Что в таком случае делает любой обычный человек? Он попытается что-то из этого просто скрыть. Выхода у него нету, он должен работать. Значит, что у нас получит финансовый консультант? Наш финансовый консультант получает, этот просто теряет клиента, минус один клиент. Клиент, не обязательно узнает, что-то из этого произошло. Он будет думать, что все окей. Что происходит с нашим финансовым консультантом? Он считает, что его профит 40%. Что получается? Либо он теряет денег на 40%, да, то есть на самом деле это не профит, а минус 40%. Он теряет качество работы, он теряет сотрудничество, он теряет репутацию. Почему он теряет репутацию? Достаточно хорошие люди. Задача неудобно. Ну, да, он теряет репутацию, потому что дизайнер ставит всем остальным ребятам, слушайте, знаете, он у меня тут так это самое. Живот. Да, такой живот он вам никогда нормально не заплатит. Ну и все. То есть в будущем ему не светят качественные работы так или иначе. То есть он был на того, что он потерял эти 40%, которые у меня как бы вытракал, он еще потерял 1-2-3. И это ситуация фейл-фейл, да, то есть вместо улыбки оба получили фейл-фейл. Почему? В начале 20 века в Бояре России сформировали собственные кодексы и он состоял из 7 пунктов. Он, в общем-то, и сейчас актуален. Значит, первый пункт – это правдивость. На этом пункте у нас влияет дизайнер. Да, то есть он сделал плохо, он обманул клиента. А в данном случае, да, тут еще один момент. Причем очень депутация. Человек не учел, что дизайнер – это творческая профессия. Нету выгоды, нету вдохновения. Нету вдохновения, да, но если он захочет, то в стране делает плохо. Это правдивость. Второй момент. Так, второй момент – это цель, следование цели. Но этот момент стоит он вторым, но он главный. Ну, если только не ущемляясь какие-то моральные качества. То есть моральные качества не всегда впереди. Они впереди цели, они впереди всего. Купцы, да, казалось бы? Кому уж говорить. Следующее – уважение человека и плодов его труда. Товарищ сказал, это был мой минимум. Не можешь заплатить, откажись. Нет, дай мне скидку. Вот, пожалуйста. Милость уважения прошелся в сторону. Дальше – уважение за хвостом. То есть это прозрачность. И ты сказал, что по отношению за хвостом. Пятый вид – тяжелое сло. Это то, о чем я напоминала на пэш. То есть если вы озвучиваете одну цену на, допустим, аренду, то эта цена должна быть какое-то определенное, не оговоренное, а как бы… должна действовать определенное время, которое подразумевается. Обычно это время не меньше 3 месяцев. То есть считается, что там через 3 месяца можно пересматривать договор. Но до этого времени вы не можете просто пытаться и сказать, знаете, вот я передумала, давайте вы не заплатите в 2 раза больше. Никто вас за это не осудит, если вы сделаете так. То есть законодательно это никаким образом не регулируется. Ну, есть документы определенные, да, если вы контракт заключаете. Но если вы договариваетесь между собой, то вас за это не накажут. Но все там будет как там. Это потеря репутации, соответственно, потеря денег. Ну, конечно, уважение в 2-го частных службе. Это вот то, за что наши товарищи прибили, которые общаются в 2-го частных службе. Вне зависимости от того, в какой системе, в каком бизнесе, оно всегда работает или тогда. И седьмое, как ни странно, соизменять свои возможности. Это тоже вопрос эстетий. Это такой определенный путь самоконтроля. То есть, например, приходит наш консультант и говорит, а можете ли вы мне сделать дворец на 40 этажей? А дизайнеру надо заработать. И он говорит, да, конечно, я могу сделать. Потом он сидит и думает, елки-палки, как мне сделать этот дворец? Я же уже подвязался. И здесь вопрос не в том, что он такой амбициозный, что он вот со все берется. Он просто переоценивает свои возможности, потому что на него нужно сработать. И вот этот пункт, если он держит дворец, он сработает под охранительным клапаном. То есть, он не может обещать больше, чем не может выполнить. Вот такие посты и правы, они подвозят не любому бизнесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok